Всем привет! Сегодня в конце видео о флагах оптимизации О компилятора GCC поверхностно скажу. А перед этим хочу немного вернуться к теме оптимизации цикла. Из предыдущего видео, там было видео номер 3, по-моему, оптимизация цикла. Так вот, один из товарищей заметил ошибку в коде и действительно я ее пропустил. Ну, видимо, потому что, не знаю почему, но, короче, пропустил, допустил грубую ошибку. И у меня там массив размером 10000 был, а в результате, в результате у нас же... Короче, я не умножил на размер Инта, не на 4. И вот это значение end указывало только... Ну, то есть, короче, четверть массива заполнялась чем-то и все. Все остальное не... Дальше массив не заполнялся. То есть, 7500 элементов не обрабатывались. Вот, и в результате этого, конечно же, вот эта оптимизация была очень хорошей. Но, добрые люди заметили ошибку и написали. И написали результаты тестов. Да, и вы совершенно правы. Это я обращаюсь ко всем. То есть, если есть возможность, вы, конечно же, проверяйте и пишите. Потому что, потому что вот бывает такое. Вот, дальше. Что у меня было? У меня дело в том, что было... Вот здесь у меня использовалась функция rand. То есть, я элементу массива присваивал случайное значение. И у меня результаты были разные. Ну, как? Я вот здесь не перепроверял по каждой оптимизации. Но, после того, как написали, я проверил себя еще раз. И проверил тут. Да, после исправления ошибки, конечно же, только в одном случае, при одном флаге, оптимизация все-таки работала. Только при одном флаге. При всех других либо было равна, либо хуже. Здесь же были совсем другие результаты. Соответственно, я убрал функцию rand, потому что у меня закрались подозрения на нее. И на то, что результаты не совсем точные. Более того, как бы вот эта оптимизация... Ну, вот сейчас я тут кое-что исправил. И она работает. Но только для того случая, когда флагом указано O0. O0 говорит, чтобы отключить всякую оптимизацию. Вот. Только в этом случае работает оптимизация. Для всех остальных случаев оптимизация не срабатывает. Почему так? Ну, когда-то этот способ работал. Когда-то. Но это было когда-то. Когда-то и для обмена двух целочисленных значений, для того, чтобы не создавать третью переменную, использовались побитовые операции. То есть там XOR. В основном операция XOR. Но потом оптимизаторы научились это делать сами. И, соответственно, нужда в таком свапе отпала. Соответственно, я делаю вывод, что и здесь тот же случай. Что оптимизаторы научились оптимизировать. Короче, давайте быстренько рассмотрим вот этот вариант. Это классический вариант. Мы пробегаем по всему массиву и заполняем его значениями. Тут I умножить на 2. Дальше. Тот вариант, который у меня был с ошибкой. Вот. Но теперь ошибки нет. Да. И вариант попроще, но делает то же самое. Я размер массива узнаю. Дальше цикл до тех пор, пока N. В этом случае до тех пор, пока N больше нуля. И вот здесь N уменьшаю. Соответственно, я опять-таки пробегаюсь по всем элементам массива. И заполняю то, чем мне нужно. То есть здесь этот способ хорош. Ну, это оптимизация работает, когда оптимизация отключена. То есть, когда она не проводится компилятором. Вот. Соответственно, нам здесь, в принципе, такой подход, когда можно использовать. Когда нам не важен, наверное, индекс. Нам надо просто пробежаться по всему массиву. Может быть, найти что-то. Может быть, что-то присвоить. Может быть, еще что-то. Вот. Ну, давайте попробуем. Смотрите. Оптимизация отключена. Стоит флаг C++11. Ну, все как вот здесь. Давайте я сделаю. Оптимизацию отключим. И не C-Lang поставим, а GCC. Вот. Так. И это уберем. И теперь запустим здесь бенчмарк и здесь. Вот. Вот. Но, как я говорил, все-таки много чего еще зависит конкретно от платформы. От. Ну, бывает. От. Архитектуры. Какой процессор. Что именно оптимизируете. Потому что некоторые там. Процессоры с определенными флагами могут что-то делать лучше, чем другие. Короче, меньше разговоров. Смотрите. Первый вариант. Ну, это оптимизация отключена. 23 800. Второй вариант. 20 700. Третий вариант. 18 900. Вот. Давайте запустим еще раз. Ну, все нормально. То есть, оптимизация видна. Ну, между вторым и третьим вариантом разница небольшая, но она есть. Теперь посмотрим здесь. Здесь точно такие же, можно сказать, результаты. То есть, первый вариант самый медленный, второй быстрее, чем первый, а третий самый быстрый. А теперь, если мы запустим с флагом компиляции O1, теперь уже ситуация начнет меняться. О флагах мы сейчас, я сейчас вкратце расскажу. Ну, поверхностно. Чтобы это делать не поверхностно, надо, короче, подумать, как это сделать. Вот так. Флаг O1. Теперь смотрите. Первое. Неоптимизированный вариант оказывается быстрее всех. Оптимизированный медленнее, а оптимизированный номер 2 еще медленнее. То есть, здесь, скорее всего, уже оптимизатор, то есть, компилятор умеет вот это все очень хорошо оптимизировать. И как было написано другим подписчикам, я надеюсь, что, скорее всего, было бы типа неплохо по векторизации. Вот при O1 я не помню, сейчас я посмотрим. А вот при O2 векторизация для циклов точно включается. Вот, смотрите. Результаты такие же, да. То есть, при O1 параметре, при O1 флаге уже не тот компот. Ну, давайте O2 включим. И, наверное, на этом все. На этом все. Так. Очистили. Давайте еще раз. И запустим. Так. И вот здесь, да. Вот здесь как раз векторизация, походу, и работает. Как вы видите, оптимизатор сделал все гораздо лучше, чем это делали мы. И при нашем подходе, особенно при вот этом варианте, читаемость кода хуже. Вот поэтому, поэтому не всегда, не всегда нужно полагаться на свое умение. Иногда оптимизатор может сделать это гораздо лучше. Здесь результаты такие же. Теперь, что касательно флагов. Флагов компилятора. Вот это O и вот этот уровень. Вот. Это не означает, что чем больше, тем лучше. То есть максимальный уровень O3. Если вы передадите O4, 5, 6, 7, 20, все равно будет O3 работать. Там я где-то в исходниках видел, там все равно установлено там кейс такой идет. И 1, 2, 3. А если больше, чем 3, то все равно используется уровень 3. Дальше. Есть еще такие флаги OS, OG и OFAST. Что это такое? O0. То есть отключает оптимизацию полностью. Является уровнем по умолчанию. Вот. Это сокращает время компиляции и может улучшить данные для отладки. Но некоторые приложения не будут работать должным образом без оптимизации. Вот. То есть эта опция не рекомендуется за исключением использования в целях отладки. Но обычно отладочные версии, дебаг версии, они обычно как раз вот с этим флагом. То есть отключается всякая оптимизация для того, чтобы была максимально простая отладка. Чтобы больше информации было. О1. Это наиболее простой уровень оптимизации. Компилятор попытается сгенерировать быстрый, занимающий меньше объема код, без затрачивания наибольшего времени компиляции. О1 уровень оптимизации достаточно простой, но должен всегда выполнять свою работу. О2. Это шаг вперед от О1. Это рекомендуемый уровень оптимизации до тех пор, пока не понадобится что-то особенное. О2 активирует несколько дополнительных флагов, добавок к флагам активированных О1. С параметром О2 компилятор попытается увеличить производительность кода без нарушения размера и без затрачивания большего количества времени компиляции. На этом уровне могут быть использованы SSE и AVX. Вот. И также, может, 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 хотя, хотя нет, это на О3 включается. По-моему, по умолчанию, векторизация. Вот. О3. Это наибольший возможный уровень оптимизации. Включает оптимизацию, являющуюся дорогостоящей с точки зрения времени компиляции и потребления памяти. Компиляция с О3 не является гарантированным способом повышения производительности. Поэтому будьте внимательны. И на самом деле, во многих случаях, может привести к замедлению системы. Из-за больших двоичных файлов и увеличения потребления памяти. Ну, можете поэкспериментировать, к примеру, с разными флагами компиляции. Скомпилировать один и тот же код и посмотреть в бинарник, да, какого он размера. Вот. Ну, более того, я могу сказать, что в некоторых пакетах, вот, О3 известен так, что ломает некоторые пакеты в линуксе. Ну, это было замечено. Этот флаг может что-то сломать. Вот. Использование О3 не рекомендуется. Хотя это также включает векторизацию. И циклы в коде векторизируются и используют регистры AWX и YMM. Ну, можно отдельно включить векторизацию. Взять вот ручками отдельно и включить. Так. ОС. На этом уровне код будет оптимизирован по объему. Он активирует все параметры О2, которые не приводят к увеличению размера генерируемого кода. Он может быть полезным на компьютерах, которые обладают чрезвычайно ограниченным пространством жесткого диска и или процессоры с небольшим размером кэша. Это у нас ОС. ОДЖИ. В GCC4.8 был введен новый общий уровень оптимизации. ОДЖИ. Он удовлетворяет потребность быстрой компиляции и имеет превосходные возможности для отладки, обеспечивая при этом приемлемый уровень производительности во время выполнения. Общий опыт разработки должен быть лучше, чем с уровнем оптимизации по умолчанию О0. Обратите внимание, что ОДЖИ не означает G. Он просто отключает оптимизацию кода, которая может помешать отладке. Вот. То есть какая-то оптимизация происходит, но отключается та, которая мешает отладке. И ОФАСТ это новое из GCC4.7. Состоит из О3 плюс ФФАСТМАСС плюс ФНОПРОТЕКТПАРЕНС и ФСТЕКАРАЙС. Этот параметр нарушает строгое соответствие стандарту и не рекомендуется для использования. Но если вы можете спросить, а зачем же они есть, если не рекомендуется? А затем, чтобы можно было тонко настраивать какую-то программу под конкретную архитектуру. Вот так вот. Ну где-то так, да? То есть чтобы выжать максимум производительности, к примеру, на определенном компьютере. Вот. То есть можно собрать ядро, например, которое собирается конкретно под эту архитектуру, под этот процессор, под эту память. И, соответственно, там выставлять всякие флаги. Но это уже всякие там люди, которые не один год занимаются этими всеми вещами. Они это все знают. Ну, давайте, давайте включим O3 еще. Давайте посмотрим O2 результаты. И O3 это у нас включается векторизация циклов. Давайте. Ну и на этом все. Так, где тут клин? И запустим. 0, 1, 4. Смотрите, какая разница, да? То есть было 2000 с чем-то, 2800. То есть здесь включена векторизация циклов. И O3 в данном случае у меня на этом компьютере при этой архитектуре помог. Вот. O3 стало еще быстрее работать. Ну как? Наши оптимизации, да? Мои, точнее, оптимизации. То, что написано по-человечески, вот сколько, вот какой результат. Вот. Ну, думаю, давайте еще тут запустим на всякий... А, хотя смысла нет. Думаю, все. Поэтому спасибо тем, кто внимательно смотрит, кто проверяет. И обязательно, конечно же, пишите свое мнение. Оно, как вы видите, полезно для всех. Ну, а на сегодня точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.